всем привет с вами канал армор мастер сегодня у нас некое обучающее видео в рамках которого я постараюсь кратко рассказать как выбрать модель которую вы будете в дальнейшем собирать вопрос на самом деле довольно популярный постоянно на стримах и в комментариях поступают вопросы какую выбрать модели какого производителя и так далее поэтому я решил попытаться раскрыть этот вопрос если вы планируете купить модель в подарок то прежде всего необходимо найти ответы на следующие вопросы во первых это тематика которую увлекается тот кому вы хотите эту модель подарить очевидно что если человек собирает самолеты или там например какие-то фэнтезийные фигурки то например танк или космический корабль будет ему мало интересен второй вопрос это масштаб в котором человек собирает модели то есть если у человека полная коллекция там или близко к полной 72 масштаба то например самолет в 48 масштабе или 32 может быть ему просто не нужен поэтому для того чтобы удачно попасть необходимо знать еще и масштаб но вообще для не специалиста выбрать модель крайне тяжело поэтому самый лучший вариант это каким-то образом получить список пожеланий от того кому вы собираетесь дарить модель потому что лучше чем тот кто ее хочет собрать все равно вам ничего не подскажет тут самая маленькая вероятность попасть просак единственное что тоже обращайте внимание на этот список например если человек пишет что он хочет panzer 4 от дракон то не надо ему покупать panzer 4 от моделиста потому что радости я думаю этот подарок ему не принесет теперь поговорим о том как выбрать все-таки модель для себя вопрос как выбрать модель на самом деле не такой праздный не такой очевидный на него ответ я перечислю кратко какие способы есть вообще понять как это сделать а потом кратко по ним проговорю ну прежде всего чем часто люди пользуются это советы продавцов модельных магазинах на мой взгляд это очень слабый способ тут несколько причин во первых продавец модельном магазине может вообще тут второй день работать во вторых он может собирать самолеты а вы ему задаете вопросы про танки в третьих поймите задача продавца в коммерческом предприятии это извлечение прибыли поэтому зачастую он может вам продать какую-то модель которая подороже или которые у него залежалась несмотря на то что даже он знает что у него есть другая которая будет получше и здесь нельзя никого винить опять же по той простой причине что задача магазина зарабатывать выбрать хорошо модель на самом деле это ваша задача а не продавца второй популярный способ это советы в интернете в общем-то палка о двух концах почему потому что те кто вам советуют никакой ответственности по сути за свои ответы не несут у меня была ситуация когда при мне на в группе вконтакте задали вопрос по поводу трампетеровского спецмашины 7.1 полугусеничника зенитного я его собирал отвратительная модель ужасной в сборке очень тяжелый очень неприятная и вот человек спросил как раз по поводу этой модели типа как она ну и нашелся естественно умник который написал что но это же трампетер там же все круто вообще все замечательно а я ему пишу уважаемые вы сами-то ее собирали а выяснилось что человек который советует он не то что эту модель не собирал он вообще кроме звезды ничего не собирал поэтому в его как бы мире трампетер это что-то крутейшее и космическое ну я думаю что в этом разрезе понятно что советы в интернете они тоже весьма сомнительны третий вариант это обзоры на модельных сайтах неплохой вариант на самом деле действительно на модельных сайтах в основном собираются те кто эти же модели клеит и поскольку это наше как бы сообщество то вряд ли кто-то захочет целенаправленно или по глупости вводить вас заблуждение здесь проблема одна далеко не на все модели есть обзоры особенно далеко не на все модели есть обзоры на русском языке плюс отдельный момент это когда обзоры находятся на сайтах магазинов опять же мы возвращаемся к первому пункту задача магазина продать вам модель а вовсе не что-то еще поэтому естественно оптимальные именно обзоры на нейтральных сайтах где нет какой-то явной рекламы нет какой-то ангажированности потому что опять же здесь кого-то винить в чем-то глупо все хотят заработать все хотят кушать поэтому что в бумажной прессе что в интернете ну не то что купленных но ангажированных обзоров тоже хватает четвертый вариант это выбрать модель самому это самый сложный способ он потребует определенных действий он потребует определенных умственных напряжений и определенных затрат времени но на мой взгляд это способ самый лучший поскольку модель строить в конце концов вам на мой взгляд лучше потратить полдня на выбор конкретной модели чем потом два месяца возиться с какими-то дровами. Ну, а каким образом выбрать модель, я как раз-таки постараюсь вкратце рассказать. Первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, фирмы-производители. Фирмы-производителей очень много, и некоторые из них довольно старые, поэтому модели по качеству у них тоже могут отличаться, но в целом Tamiya, например, она всегда практически хорошо собирается, очень продуманная и очень близка к моделисту. Например, какая-нибудь фирма типа Amodel, ну, они честно пишут о том, что это для опытных моделистов, и действительно Amodel модель собрать без большого опыта практически невозможно. Поэтому фирма зачастую является достаточно объективным показателем качества модели, хотя и не всегда. Второй фактор, который достаточно сильно влияет на качество модели, это год ее выпуска. Очевидно, что модели, которые разрабатывались в второй половине прошлого века, заметно уступают по качеству современному. Вообще, литье пластика и производство моделей за последние 20 лет очень здорово шагнуло вперед, и современные модели очень сильно зачастую в лучшую сторону отличаются от более старых. Поэтому год выпуска при некоторых исключениях зачастую тоже является весьма объективным показателем качества моделей, и чем он новее, тем лучше. Третий фактор – это цена. Цена на самом деле является результирующей из предыдущих двух, потому что Tamiya все равно стоит заметно дороже, чем какие-нибудь более дешевые производители, и та же самая Tamiya современная стоит намного дороже, чем Tamiya старая. То есть, если мы видим, что фирма хорошая, если мы видим, что год выпуска свежий и цена не маленькая, то в большинстве случаев это будет значить то, что перед нами весьма неплохая модель. Вроде бы все просто, но на самом деле нет. Почему? Потому что встречаются очень неприятные и очень обидные моменты. Рассмотрим их отдельно. Первый момент – это Reeboks, он же смена коробки. Для того, чтобы продемонстрировать, откроем сайт Scalemates. На мой взгляд, удобнейшая база данных по моделям. На самом деле, 90% информации можно получить, не вылезая из этого сайта. Итак, в качестве примера я наберу Tamiya, Lamborghini, даже просто LP400 на самом деле. Наберу, нам это выдаст все, что нам нужно. Вот открываем мы эту модельку. Я почему подробно про ее рассказываю, я сам в свое время на этом прогорел. Вот смотрите, что мы видим. Релиз 2007 год, относительно недавно. Tamiya, артикул 24305, 305-я модель в линейке. То есть, вроде бы тоже достаточно свежая, и мы ожидаем того, что она будет хорошая по качеству. Тем более, что у нее все копирайты на инструкции, на коробке, все, там 2007 год, комар носа не подточит. Но, обращаем внимание на вот эту вот надпись. Reeboks, Changed Box Only. Поменялась только коробка. И смотрим на таймлайн. Таймлайн, это, в общем-то, здесь показана вся история развития этой модели. Вот она, 2007 года, наш Kuntash LP400. А вот мы видим, что на самом-то деле эта модель была разработана в 1978 году. То есть, на сегодняшний день ей уже больше 40 лет. Естественно, модель старая, стыкуется она не особо здорово, и ничего интересного на сегодняшний день из себя не представляет. И если мы хотим Kuntash, то нам надо думать о том, чтобы выбирать не Tamiya. То есть, вот такой момент. И практика смены коробок, она на самом деле очень популярная. Очень любят производители вот такие вещи делать. И на самом деле, почему они это делают, тоже ответ очевиден. Потому что им нужно каким-то образом сбывать старье. Но, естественно, нам не хочется попадать в такую ловушку. Поэтому всегда обращайте внимание именно на то, когда у нас произошел New Tool. Создана новая оснастка. Это истинное время создания набора. А вовсе не копирайты в инструкциях, на коробках и прочее. Второй неприятный момент называется перепаковка. Зачастую неприятный. Опять же, Scalemates Hasegawa. Вторая фирма, которая славится восхитительным качеством своих моделей. Ну и, правда, довольно чувствительной стоимостью. Итак, Hasegawa I-153. Какие молодцы делают советский истребитель в 48-м масштабе. Японская фирма, все круто. Открываем. Красивая коробочка. Логотип Hasegawa. И видим мы Rebox. Да не просто Rebox. А Rebox пластика другой фирмы. Rebox ICM. Того самого ICM, который стоит раза в три дешевле, чем это самое Hasegawa. То есть мы покупаем фактически в три раза дороже красивую хасигавовскую коробочку и новую декаль и новую инструкцию. Пластик. То, что нас больше всего интересует, остается ICM. Обидно попасть в такую ситуацию. Очень обидно. Именно поэтому я тоже настоятельно рекомендую всегда заранее проверять, что за пластик лежит в той или иной коробке. Хотя бывают и обратные примеры. Вот такой пример вам приведу. KingTiger. Звезда. Да, вот он. KingTiger. Звезда. 3601. На канале был обзор на эту модель. Это тоже Rebox. Релиз там 15-го года, но это Rebox. И смотрим. А чей это Rebox? Вот это наша жирная зеленая стрелочка. Мотаем, 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 мотаем. И добираемся до New Tool. И New Tool это дракон. То есть, вот в этой коробке звезды 15-го года, так же как и в этой, лежит пластик, разработанный драконом. Да, в относительно далеком 2004 году. Да, здесь нету фототравлений и прочих бонусов. Но тем не менее, самое главное пластик здесь драконовский. Причем, обратите внимание, вот New Tool. Да, дальше мы смотрим New Parts, 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 New Declos. И все. То есть, более нового королевского тигра от дракона в природе нет. А поскольку королевский тигр от дракона это весьма и весьма неплохая модель, то в принципе, в данной ситуации выбор звезды это очень здорово. Мы по цене звезды покупаем драконовскую модельку. Поэтому, в общем и целом, перепаковки это не всегда так уж ужасно. Но, все-таки, обычно это играет нам не в пользу, чем в пользу. Третий пример приведу, тоже, на мой взгляд, достаточно интересный. М3 Scout. Я думаю, многие из отечественных моделистов собирали этот М3 Scout. И, кстати говоря, не удив... Так, подождите, сотый масштаб. Многие считают, что это модель фирмы Италерия. Я тоже считал, что это италовская модель. На самом деле, выяснилось, что это не совсем так. Итак, открываем звездовский скаут. Ну, естественно, рибокс, это уже очевидно. Смотрим, откуда растут его ноги. Да, вот сверху, опять же, года. Вот в 16-м году был. Последняя коробочка менялась в 12-м. В 11-м, в 2000-х менялась коробочка. Смотрим, откуда растут ноги. Вот звезда, звезда, звезда. Ревел тут попадается. Тестерс, Италери, Макс, Томми, Перлитмакс, Айрфикс. И в далеком 74-м году эту модель сделала японская фирма Макс. Ее сейчас даже никто и не знает, наверное, эту фирму. А скаут до сих пор жив. То есть, смотрите, в 74-м году начало производство. В 82-м году эту модель начинает отливать и продавать в своих коробках Итал. В 90-х эта модель попадает на звезду. Тут же этот же пластик уже в 2006-м попадает в коробки Ревела. Привет всем, кто захочет купить эту модель от Ревела. Со словами, что вот звезда такая-сякая. И увидит там тот же самый пластик. То есть, пластик здесь один. И мы видим, что до сих пор она выпускается. И дальше будет выпускаться модели 44 года. Да, она не собирается уходить с рынка. Вот такая вот длительная история перепаковок. Ну и совершенно очевидно, что качество... То есть, оно изначально там было, ну, для 70-х приемлемо. На сегодняшний день слабенькое. Но на сегодняшний день, конечно, уже и формы устали. Поэтому серьезно рассматривать эту модель, на мой взгляд, смысла никакого нет. Третий фактор, на который стоит обратить внимание, это один и тот же прототип на разные оснастки. Что это значит? Это бывает такое, что, например, производитель решает, что старая модель уже совсем устарела. И нужно заново сделать оснастку и продавать уже новую модель. Свежайший пример, я думаю, всем известный. Это КВ-1 от Тамии. Буквально на стримах мы обсуждали, мне писали, что что вы тут типа за 3000 КВ-1, когда вон я тут нашел за полторы. Но на самом деле не так-то все просто, друзья мои. Итак, смотрим. Смотрим таймлайн Тамиевских КВ. Вот он, КВ-1 2020 года. New Tool. Новая оснастка. Абсолютно новая модель. Замечательная, прекрасная. Ну или как минимум неплохая на самом современном уровне. Сделанная. Стоит она в районе 3000 рублей на сегодняшний день. Но это не единственный КВ-1 у Тамии. Смотрите, сколько у них еще тут есть. Были новые коробки в 2017 году, в 1988, в 1977. И вот мы в 1972 году видим, с чего все начиналось. То есть, с 1972 по 2018 год в разных коробках продавался, в общем-то, с небольшими изменениями, вот этот самый древний пластик. И это надо иметь в виду. То есть, если вы сейчас захотите КВ-1 от Тамии, то ни в коем случае не попадитесь на вот эту чудо-модель в какой-нибудь из вот этих коробок. Она будет стоить дешевле, но здесь, очевидно, скупой платит дважды. Почему? Потому что, ну, Тамия 70-х, она, конечно, Тамия. Но это совсем не то, что мы ожидаем увидеть от модели 2020 года. Это будет совсем не то, что вы увидите в современных обзорах. Поэтому тоже обращайте внимание. Второй характерный пример – это Панцер-3 от Дракона. Вообще, я хотел показать Панцер-4, но там такая жуткая мешанина в таймлайне, что невозможно вообще ничего найти. Поэтому я решил взять трешку, она чуть проще. Берем таймлайн трешек. И вот мы что видим. Значит, в 2007 году произошел New Tool трешки. Все вот эти вот коробки, которые идут правее, это производные от этого набора. На сегодняшний день это последнее поколение трешек. Второе. Ничего общего не имеющее с более старыми. И видите, какое их огромное количество разных модификаций дракон налепил. Но было и первое поколение. И вот первое поколение как раз закончилось где-то в году 2005. А разработано оно было аж в 1987. Это то самое поколение, которое вот паковал, видите, Ревел в 96-м году эти модели, а также Звезда в 2000-х. Сейчас мы доберемся, да. В 2004-м тоже делали эти модели. Причем в 2004-м они выпустили Ребокс Дракона в чистом виде, а потом они еще немножечко доработали и сделали Ешку. Но на базе, опять же, старого драконовского пластика. И, естественно, когда мы, если мы захотим сейчас выбирать драконовскую трешку, то обязательно нужно искать из вот этих вот. Из тех, которые основываются на пластике 2007-го года, а не на более старых. Хотя на самом деле, ну, по коробкам видна разница, но она не так заметна. И ушлые продавцы, конечно, могут попытаться ввести вас в заблуждение. Поэтому тоже обязательно обращайте внимание, что вот, например, вот мы хотим, да, вот такую предсерийную раннюю... А, нет, не предсерийную, ошибся. На Тамбе. H. Вполне себе серийная машина. Вот она 2013-го года Ребокс. Но мы смотрим, на чем она основывается. Основывается она на 2007-го года модели. То есть обращайте на это внимание самое основное. Ну и теперь давайте вкратце еще раз проговорим общий алгоритм. Ну, первое, с чего надо начинать, на мой взгляд, это выбор прототипа все-таки. То есть пустой разговор, когда мы абстрактно спрашиваем, а какую мне вообще модель собрать. Все-таки вопрос должен звучать, какую модель этого прототипа в этом масштабе мне собрать. Ну, давайте для примера возьмем T10M. Да, опять же, ScaleMates, ничего нового, T10M. Открываем. Нас интересует 35-й масштаб. Full Kids. Что присутствует на рынке в 35-м масштабе. Три модели. Meng. New Tool 2015-го года. Вроде бы все неплохо. Trampeter. Тоже 2015-го года. New Tool. Тоже вроде бы все неплохо. Ну и 1994-го года. Навигатор. Это смола. Это жуткий раритет. Дикой цены. На сегодняшний день никакого интереса не представляется. Давайте посмотрим на, соответственно, Trump и на Meng. Открываем Meng. Ну, что мы видим? Опять же, FullKit, New Tool 2015-й год. Здесь же на ScaleMates. Чем удобно? Можем посмотреть инструкцию. Можем посмотреть примерные цены. Ну, нас, наверное, интересуют в основном доллары. Потому что иногда, кстати, попадаются и рублевые цены. Но их здесь, к сожалению, нет. И обзоры. Вот, смотрите, прекрасно. Превьюха на ScaleModels.ru. Открываем. На русском языке. Пожалуйста. Вот вам. Даже в сравнении с навигатором все понятно. Вот. Есть видео обзоры. А вот это, кстати, видео этого парня я, возможно, даже где-то видел. То есть, пожалуйста, если вам неохота читать, вы можете в видео посмотреть. Да. Тут же сразу мы, кстати, можем прикинуть FtMarket. Ну, и если необходимо, посмотреть инструкцию. Смотрим на трамповский. То же самое. Пожалуйста. Вот наш таймлайн. Первая машина в этой серии. Тоже пачка обзоров. Пожалуйста. Обзор на коробке. Тоже русский язык. Все. Пожалуйста, читайте. Вот тут пластик. Фотки-то, кстати. А, вот, пожалуйста, фотки. Все нормально. Можно посмотреть. Без проблем прочитать. Вот. И сделать некие выводы. В общем-то, я думаю, что понятно. Выбор между этими моделями тоже в целом очевиден. Но на самом деле не совсем. Но здесь обзоров масса. Но давайте допустим, что обзоров нет. Что мы делаем? Есть еще один замечательный сайт. Называется он 1999-ko-jp-ng. Обязательно. Потому что иначе вы попадете в японскую версию, из которой я не знаю, как выбраться. Значит, здесь мы набираем сразу Military Model. Потому что вы сами видите, что основные тут дела – это всякие аниме-девочки. И здесь мы… А, ну я уже искал T10M. Да, T10M. Все рч. Ну, тут всякие автомаркет, автомаркет. Но нас интересуют модели. Смотрим на них. И вот чем хорош этот сайт, за что я его люблю, что здесь отфотканы все литники и инструкция. Да, и вот мы на это все смотрим. Да, сквозь пакетик. Да, не идеально. Но в целом все видно. И вот, например, здесь мы видим, да, траки у нас даны по одному. Открываем Менговский. И что мы видим? Ну, во-первых, корпус, на мой взгляд, гораздо лучше сделан, расчленен. Ну и кроме того, так вот сходу при беглом осмотре мы видим, что тут траки рабочие на защелках. Ну, то есть это сразу же большой плюс именно к выбору этой модели. Вот, то есть после того, как мы определили год выпуска, да, уже начинаем рассматривать конкретно, что лежит в коробке. И в этом, на мой взгляд, очень хорошо помогает именно этот сайт 1999.код.gp. Вот, в общем-то, и весь алгоритм. Сначала определяемся с прототипом, потом идем на ScaleMates, смотрим, какие есть варианты по фирмам-производителям. Среди фирм-производителей находим наилучшую, либо чтобы фирма была хорошая, либо год выпуска посвежее. Ну, отбираем буквально там пару вариантов, и среди этих вариантов уже на том же ScaleMates находим обзоры, в идеале русскоязычные. Либо, если обзоров не хватает или какой-то еще информации нам не хватает, то на 1999.код.gp. Мы находим уже сканы инструкции и фотографии элитников, по которым уже можно вполне самостоятельно, окончательно определиться, нравится вам эта модель или нет. В общем-то, на мой взгляд, ничего сложного. Все ссылки я дам в описании, ссылки на эти сайты и ссылки на сайты с большим количеством обзоров, большим количеством информации. Но, во всяком случае, на мой взгляд, все-таки лучше немножечко потратить время, лучше самостоятельно все рассмотреть и принять для себя уже окончательно верное решение по выбору той или иной модели. Я надеюсь, я достаточно полно раскрыл всю информацию. Во всяком случае, я сам примерно такими же алгоритмами пользуюсь. Если вам что-то непонятно или если вы хотите что-то добавить, то, конечно, не стесняйтесь, пишите в комментарии, может быть, какие-то есть более удобные способы. Ну и, как всегда, если вам было интересно, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков. Подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok